Ну, поэтому Зевс в данном контексте, он не бог творец вселенной, он такой выдвиженец. Зевс не может быть жертвой. Он в итоге, конечно, он и есть жертва. Он же умер в итоге. Кто? Зевс. Ну, бог, его больше не существует. Он же не умирает, они все примирает. Ну, про него просто забыли. Про него и прочее отца. Правильно. Кроноса. Кроноса. Никто не убивал, его отправили вам. Он там до сих пор жив. Но он, уходя туда, проклял сына. Кстати говоря, у нас об этом было уже сочинение. Не случайно эти два сочинения на фестивале встретились. Антона Сафронова «Сны Хроноса». Я вообще хотел сочинение Антона включить в Прометеев фестиваль в июне, но так как было понятно, что мы этого Прометея не сможем в июне целиком сделать, то мы решили оставить его на другое пространство и заодно и сны Хроноса исполнить. Я думаю, что это как вопрос Гамлета, какие сны в том сне приснятся. Вот я думаю, что и Хроносу снились невеселые сны, и Зевсу уж точно очень невеселые сны будут сниться. Его будут преследовать все те женщины, которых он осчастливил, во-первых. И потом у него же там супруга. Понимаете, это во всех этих мифологиях, не только в греческой, в германской мифологии, та же абсолютная история с Вотаном, с Фрикой. Они все обречены, потому что они являются, в общем, такой лупой, увеличительным стеклом, в котором люди все равно видят свои собственные грехи, грешки, страсти, страстишки. И Зевс, как и Вотан, он ничем не лучше и не хуже, и в общем, в итоге, не сильнее обычного человека. Он лучше Прометей или хуже? Ну, с нашей людской точки зрения, безусловно, хуже. С точки зрения греков, между прочим, он был абсолютно не... Вот, например, Гомер. Гомер о Прометее вообще не упоминает. У него нет упоминания о Прометее. Он был верным зевсовцем. Гомер. Вот для него это было абсолютно правильное, единое, нерушимое учение. А Прометей был своего рода авантюристом, который своим, в общем, безрассудным поступком обрек нас всех людей на страдания. То есть, мы его сейчас вот сравнивали с Христом, а для греков он был вроде нашего праотца Адама. Адама, да, абсолютно. Так что это просто в продолжении той вот летней мысли о том, что миф о Прометее действительно включает в себя все, что с нами было, все, что с нами есть и все, что с нами будет. Но, во всяком случае, позволю себе просто личную нотку добавить, что мне зевс глубоко не симпатичен. Передаю микрофон режиссеру. Здесь есть очень важная тема, в этой пьесе, такое перекрестие. Прометей говорит, путь прям, и он все знает наперед. И тогда как бы нет интриги. То есть, путь прям, и все известно наперед. И для всех. Просто это не знают люди, потому что Прометей дал им ложные надежды и дал такой дар ничего не знать, ничего не ведать. Но на самом деле все известно наперед. А в то же время есть очень важная тема, выбор. Вот это вот очень важный такой момент, что перед каждым существом, я говорю, существом человек, Бог, потому что персонажи очень разные, океаниды, хор, но перед всеми существует выбор. То есть, какой путь избрать. И удивительно, что перед Зевсом тоже есть выбор. С одной стороны, он может идти той дорогой, в которую он пошел, приколав Прометея, истязая его, гнобя его, требуя от него признаний каких-то. Но в то же время Прометей говорит, что у него есть и другой путь. Меня освободите. То есть, какой-то путь свободы, какой-то путь демократии. Но для властелина, который в самом начале своего пути, или в какой-то середине пути, вот там персонаж, которого я играю, называется «Власть и насилие». И я думал о том, что Зевс, он был очень такой перспективный, подвижный Бог, такой подвижный, выдвиженец, очень талантливый, гибкий. Но Прометею понравился, Прометей помогал ему воцариться в этом царстве богов, в этой попытке достичь какого-то единого Бога, найти какой-то ответ. Но дальше он заключил союз с властью и насилием, с неким средним звеном, который всегда существует, никуда не девается, не относится ни к верху, ни к низу, но в конце концов управляет всем. И он говорит, вот я буду с властью и насилием. Он заключил как бы брак. И вот и все. То есть, если он вступил в этот союз с властью и насилием. И говорит, спасибо, у нас просто... Да, да. Замечательное, скажем так. Ну что, сейчас мы будем завершаться, к сожалению, время проходит. Я скажу еще такую вещь, знаете, вот абсурд не мешает жить, да, но он мешает жить счастливо. И то, что Прометей украл огонь, он не мешает жить, но он мешает тоже жить счастливо. Вот. Такая сентенция. А в принципе, сегодня у нас день, с одной стороны, очень, ну, радостный, трепетный, духотворенный, а с другой стороны, немножко грустный. Сегодня завершается фестиваль «Другое пространство». Фестиваль, который почти целиком был сконструирован, смоделированным Владимиром Юровским. И этот концерт стал, с одной стороны, апофеозом фестиваля, а с другой стороны, таким удивительным прорывом в какое-то еще одно измерение. То есть, есть фестиваль, называется «Другое пространство». Вот в пространстве Юровского их оказалось очень много. Мне очень хочется, чтобы наш фестиваль продолжился. Через два года, и через два года мы в этом же зале сидели бы вместе с вами, улыбались бы друг другу и говорили уже не о политике и о всяких вещах, чтобы все это кончилось, чтобы остался Скилл, Прометей и что-то чистое, духовное, которое нас всех сближает. Спасибо вам большое и всем, господинам, всем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ